все что нам нужно для создания этого ножа такая полоска какого-нибудь железа какого потому что не важно шаблон и две плашечки они могут быть из березы я вот выбрал из бука поэтому шаблоном я сделал разметку и сейчас вот так включаем наждак и начинаем грубую сначала обрабатывать на нас таки потом зажав чистки уже доводим напильником и наждачной шкуркой еще раз обрезаем плашечки наши по размеру поперек а теперь еще и по вдоль выравниваем лезвие ножа наносим какие-нибудь цифры для вязчей убедительности и теперь взяли маленькое сверло и просверлили сначала маленькие отверстия потом по ним уже и большие обезжирили сам нож и я беру двухкомпонентный клей размешиваю где-то одну минуту эти две составляющие и потом накладки ставлю затем зажимаю это все в тиски и даю схватиться теперь ручка мы сначала сделаем грубую форму потом поработаем напильником и стамеской будем снимать грубо форму сначала ребра а а затем уже на кругу и повалю доведем до нужной кондиции с помощью железной щетки нанесем риски и пламенем сделаем такие поджоги небольшие кофе как всегда стоит на готове оно заменяет мне любую морилку причем хорошо заменяет и когда ворсинки поднимутся после того как она высохнет надо снять их вот так это все получилось у меня случайно было пористое железо и вот именно этим раствором я сейчас состарю до неузнаваемости это новенькое лезвие наносите его так спонтанно то есть не надо никаким правилам то есть какие пятна получатся оно и хорошо старше выглядит будет потом промыли под водой и все и у нас уже будет очень хорошая темная поверхность еще немножечко подключим здесь без того на грубом а потом уже на мелком нанесем такие риски на лезвие вот его точили сто лет уже покроем ручку лаком я беру блестящий лак не матовый потому что потом я всегда снимаю нужные места где после свечки я могу с помощью шкурки ну вот дорогие друзья немножко времени чуть-чуть затрат буквально тут два ойра наверное ушло на все и у нас с вами очень такой фактурный старый лет так выглядящий на 100 нож ну 80 точно я потратил на его изготовление 10 минут а на состаривание 5 ну вот и затраты 1 или 2 евро верить нет правильно ну конечно дольше занимает времени да и сюда надо включить что станки у меня работа электроэнергия то что за помещение плачет то есть не так все просто но не в этом дело дело в том что вот я сделал тут токарный станок мне стало интересно и посмотрел там люди тоже делать самодельные токарные станки на дрели да и у них за полгода полтора миллиона кликов а станок хуже это обидно мне всегда да сейчас вот ножики посмотрел по 300 тысяч 400 тысяч 500 тысяч кухонный нож там господи на табаретки собрал может поэтому что на табаретки собрал я вообще вы знаете я поражаюсь вот этим надписям токарный станок за 10 мм все побежали уууу нету там 10 минут это понятно да или самодельный нож за 30 минут великолепны там это и так да Слушайте, эти русские названия ваши, ребята, или наши, не могу от себя отделить, они какой-то желтой прессой попахивают вот это. Ученые пришли в ужас, когда они вскрыли это. Археологи пришли в ужас. Кто-то там, в общем, все в ужас. Или я там плакал до слез, какой-то идиот пишет. А до этого он без слез плакал, да? Или там, ржу не могу, уже сейчас не пишет, пишет там это. Ты будешь ржать два часа, гарантированно. Ну, в общем, я вот тут думаю, может быть, действительно дело в заголовках все. Вы знаете, я сейчас это проверю. Я напишу вот такой заголовок. Кухонный нож за 10 минут и за 5 минут составить до 100 лет. Вот что-то такое сейчас напишу и посмотрим. Ну, это так себе. А на самом деле я очень доволен, что это все удалось мне. И теперь у меня с этим не будет проблем. То есть, если мне нужно, я ручки сделаю с любым цветом, любой формой и так далее. А это вот, ну как, и можно что-то порезать. Даже вот доска немножко режет, да? Но я его не затачил, потому что я не хочу порезаться. Я так все руки поизрезал. Итак, дорогие друзья, подступают выходные. Если я соберусь и Ричарда искупаю, он это страшно не любит. Мне приходится залазить с ним в ванну, чтобы он там сидел и не выпрыгивал. А потом его надо два часа феник, а потом расчесывать. Если я на это решусь, то эти выходы, то мы приедем и сфотографируем нашего зайчика. Ну, а пока фирма Петерсон прощается с вами. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова